Добрый вечер, дорогие друзья! Давайте мы сегодня с вами познакомимся. Меня зовут Анатолий Харлашин. Я сегодня проведу для вас экскурсию по улице 7 ноября. Мы с вами познакомимся с историей этой улицы. Погромче говорите. Мы познакомимся с историей улицы и с теми людьми, которые так или иначе связаны, когда-то жили или бывали на этой улице. Ну, что, давайте сразу с вами, я вас сразу хочу предупредить, что это будет не так, не классическая экскурсия по городу, как обычная. То есть, это будет, конечно, основа опираться будет на историю, но это одновременно будет и мой личный взгляд на историю города Арла и на историю самой улицы. Дело в том, что я, в общем-то, почти с рождения жил, здесь видел все эти изменения. Мне они очень близки или как бы дороги, мне они как-то касаются. Поэтому все эти события, они так или иначе какие-то, особенно современные события, происходящие в нашем городе и касающиеся этой улицы, я так или иначе затрагиваю. Поэтому, в какой-то степени будет немножко личностная оценка каких-то событий. Так что, будешь извините, но так оно будет. Но, в любом случае, мы сегодня с вами начинаем нашу экскурсию на историческом месте. Дело в том, что наш город был основан в 1566 году по Никоновской летописи. В Никоновской летописи записано, что по указу царя Ивана Грозного, Ивана IV, он повелел поставить город на реке, на поле, на реке Орлеи. И такой город был поставлен. Что тут, как бы, еще хочется отметить? То, что мы практически знаем точную дату основания города. Почему? Потому что город, города обычные, в данном случае Ассана в России, в Руссии, основывались в какие-то религиозные праздники. В данном сценарии наш город был основан в празднике Рождества Богородицы. И мы знаем, что этот праздник празднуется 21 сентября. Поэтому практически мы знаем точную дату основания города. 21 сентября 1566 года. Ну, конечно, это все условно. Дело в том, что город начинался на стрелке, на слиянии Аки и Орлика. Почему Орлеи? Я сейчас немножко вам объясню, но это, опять же, мое личное мнение. Мы знаем, подтверждаются ли она историческими факторами. Но в то время даже летописи писались девичками, которые не всегда были полностью грамотными. И когда-то могли их вот правильно записать. Я считаю, что это была ошибка. У нас существовала река Ака, она уже называлась Ака. И река Орел. Потому что в дальнейшем по всех документах указывается, никакой реки Орлеи нет, а есть река Орел. Поэтому я думаю, что там надо было в летописи записать на реке Орле. Вместо этого прибавили еще одну букву. Получилось на реке Орлеи. Ну, вот такой исторический фактор. Орле изначально мы знаем немного. В основном это все записано в книге Неделина «Орел изначальный». Ну, вот там он ссылается на то, что у нас лесов было мало, поэтому крепость строилась. В основном бревенчатые. Все бревна привозились в Орел на телегах. У нас не было полноводных рек, где можно было сплавлять лес. Поэтому строительство шло тяжело. Но в течение трех месяцев до зимы уже основная крепость была построена. Вот, обратите внимание, я вам покажу, как бы, конец уже 16 века, как выглядел Орел. Но там была основная крепость и малый и большой остроги. Вот, может, плохо будет видно, но вот вы увидите на слиянии берега Океи и Орлика. Вот такие остроги уже были. И там уже были какие-то поселения. Но подробно рассказывать о развитии города довольно-таки сложно, потому что материала очень мало по этому поводу. И далее, значит, город, конечно, развивается, конечно, строится. Но, конечно, то было время какое. Он основан был как город для защиты южных границ. Это русского государства или московского государства. Но быстро утратил значение оборонительное и приобрел сторожевое значение. В 1615 году город был полностью сожжен атаманом Александром Лисовским и 20 лет пролежал в Украине. В 1635 году Орловская крепость была восстановлена на прежнем месте воевода Колтовским. Ну, тут, конечно, были большие споры. Тут можно было восстанавливать город и вверху, там, на Возной горе. Но решили пойти по пути наименьшего сопротивления и восстановить город там, где он был. То есть опять на слиянии рек Орел и Ака. Город развивался. Но строился он первое время, в общем-то, хаотично. Тогда не существовало никакого плана. И только тогда, когда в 1778 году Орел приобрел статус губернского города, а на следующий год был разработан генеральный план, регулярный план застройки города. И вот тогда появились уже прямые улицы. И город приобрел какой-то стройный такой вид, такой, какой он, в общем-то, имеет и сейчас. Первоначально улицы были проложены тогда, вот так, как они, некоторые остались сейчас. Ну, что касается конкретно нашей улицы, то она получила название свое, первоначальное название Веденская. Емельянов в своей книге про улицы города Орла упоминает ее. Но там какая особенность? Вот смотрите, в планах 1840 года она упоминается как Веденская, по названию существующего тогда уже Веденского монастыря, о котором я вам расскажу чуть попозже. А уже в плане 62-го года она упоминается как Веденская с одним В. Но опять же, я думаю, что это просто была ошибка какая-то, потому что потом она снова упоминается уже в других планах города как Веденская. Начиналась она вот отсюда, слева берега Орлика, и идет она вверх туда, вдоль берега Орлика. Тут, правда, она разделяется на две улицы, но сейчас она вот образовалась здесь левой берега Орлика, еще есть одна улица, которая практически не имеет домов. И, собственно говоря, Веденская, 7 ноября нынешняя. Если говорить о том, когда улица была переименована, потому что мы уже знаем, что она была, называлась в первое время Веденская, а потом встала в документах, кстати, у Емельянова это есть, то есть в 1928 году она уже называется 7 ноября, а в 1925 году она называлась еще Веденской. Так вот, смею предположить, что свое название она поменяла к десятилетию Октябрьской революции, то есть в 1927 году она была переименована и стала называться улицей 7 ноября. Ну, а теперь давайте с вами обратимся к комплексу зданий. Конечно, я понимаю, что это вроде как не наша улица, но все равно такая красота здесь открывается. Исцов, просто люди здесь, люди, надо просто несложно открыть. Тут, посмотрите, на ту сторону, на правой двери Орлика, там наши исторические здания, которые, они существовали и до революции, и после войны, правда, были частично разрушены, и восстанавливались они уже после войны нашим архитектором Игорем Ивановым, очень известным. Для примера могу сказать, что проекту Игоря Иванова принадлежит Дом Книги, вот на московской, вы знаете, да? Вообще, у него много в Орле, и этих домах я вам еще немножко расскажу попозже. Есть эти дома и по нашей улице, по 7 ноября они будут попадаться нам, и о них мы поговорим. Но сейчас почему я хочу обратить ваше внимание на все-таки, прежде всего, на здание коммерческого банка. Вот красное здание, это уникальное здание, одно из самых красивых зданий в Орле, которое любят туристы, любят не только туристы, но и, кстати, горожане любят. Оно было, в общем-то, построено, оно было на месте бывшего здания Купеческого, и в 1872 году руководство банка, которое здесь находилось, оно вышло с предложением сделать перестройку этого здания, потому что оно его не удовлетворяло по архитектурным соображениям. И по проекту архитектора Родионова и его руководством было построено в современное это здание из красного Купеча, облицовочного, в русском, так называемом, русском стиле. Но вы можете видеть, чем отличается русский стиль, он характеризует архитектуру России 16-17 веков. Это вот шатры, кокошники, потом украшения стены с керамическими узорчатами, плитками, вот там вставлены вставочки такие, видите, маленькие. И очень это красивое здание, но почему я о нем говорю? Дело в том, что оно как бы и имеет личное отношение к моей семье. Это у меня дедушка был управляющим банка Сахалина. Он разрабатывал с японцами вместе, совместно, концессии по разработке нефти. Но после войны он заболел. И как бы вот руководство банка решило отправить его в зону, врачи посоветовали ему лечиться, в зону, европейскую зону, наиболее подходящую для того, чтобы для его легких... Поближе подойдите, будет вам погромче. Да, нет. Поближе, да, ближе, мы так станем. И его... Давай, отойди подальше, мы станем поближе. И он был направлен в нашу российскую среднюю полосу, в том числе попал в город Орел. И вот когда семья приехала в город Орел, то до того места, где он потом будет жить, семья проживала в этом здании госбанка около месяца. Вот. Я просто интересно даже вам покажу. Вот. это семья моей бабушки, правда, а не дедушки. Но я покажу потом и... Это фотография 1912 года. Вообще, очень интересно, вот, почему заниматься историей, как-то из семьи, которой я занимался. То, что... ты узнаешь что-то новое, такое интересное. И вот смотришь на этих людей, думаешь, эти же люди вот создавали нашу историю, нынешнюю нашу историю. Бабушка тут, вот эта самая маленькая, вот эта девочка. И всего тут 4 года. Ну, а сейчас вам покажу фотографию, где уже бабушка с дедушкой. Он был, конечно, коммунистом, и коммунисты своих как бы не бросали. Вот, когда он заболел, его тут же отправили в Орловскую губернию или Орловскую область. И попал он потом в Амцинский район, в село Тельче. Там было три санаторных школы, и дали ему там квартиру, дом. Он наш был. И мы там бабушка с дедушкой жили. Но, к сожалению, он быстро умер. Ну, а семья так и осталась там. Так и заканчивала мама там школу. И все ее братья и сестры тоже заканчивали школу именно там. Ну, вот такое вот семейное было у нас событие, связанное с этим коммерческим банком. Теперь, чтобы у вас не было вас видно, тут мне хотелось бы не только о банке сказать, но тут хорошо просматривается и Александровский мост. Посмотрите, пожалуйста, вот на мост. Сразу же давайте я расскажу вам немножечко об этом мосте. Дело в том, что Орел развивался, и в конце 19 века те деревянные мосты, которые были проложены через Аку и Орлик, они уже не удовлетворяли жителям. Ну, потому что нужен был уже металлический мост. И вот в 1879 году вступает в строй мост красный, нынешний называется, который через Аку. И на следующий год, в 1880 году вот этот мост Александровский. Но, конечно, это был не этот мост. Я вам сейчас покажу, как выглядел тот мост, который построили тогда, в 1880 году. Вот так он выглядел. Это были металлические конструкции. А это Александровский. А Мариинский мост там еще имел еще и крышу, как называемую. Мариинский мост это через Аку. Красный называется, да. Вот этот же мост Александровский, только с Турца. Он имел такие башенки по углам. Он, соответственно, не был еще и не слышал. Нет, сейчас я скажу. Вот Александровский мост, ну, названный, как они мосты, как они назывались. Тогда наша областная дума обратилась к императору с просьбой присвоить этим мостам имена. Вот имя Александровский это по имени императора Александра Второго. А Мариинский мост по имени Марии Александровной жены Александра Второго. Кстати, это же происхождение и у Мариинского театра на Санкт-Петербурге. А Мариинский Ярмук может быть? Я про Ярмук не знаю. Александровский мост. Я еще хотел вам немножко рассказать вот никогда никто в общем-то не удосужился наверно так глубоко копать по мостам. Почему? Но, кстати, это были первые мосты в Орле стальные и металлические, но это вообще не первые мосты. Первый самый мост был мост железнодорожный. Тогда в тысячу где-то в тысячу 1864 по 1868 год строилась Московская железнодорога, как она сейчас называется, но эта дорога проходила от Москвы до Курска. И вот в 1868 году уже по ней пошли поезда. И чтобы переправиться через Акулу был построен мост, железнодорожный мост. По тому мосту уже шли поезда. Но это было уже 1868 1868 год. То есть на 12 лет раньше, чем этот мост построили. Потом что мне хотелось? Все-таки во всех справочниках было написано, что эти мосты или чугунные, или металлические, но никто не описал, как же все-таки они были конструктивно сделаны. Я этим вопросом заинтересовался. И что выяснилось? Какие методы соединения металлических конструкций мы знаем? Это или сварка, или клепка, или болтовые соединения. Что касается сварки, то она вообще появилась в России гораздо позже. Суд Батона появился даже в 20 веке, и сам Батон приехал сюда позже. То есть сварка это быть не могло. Потом клепаные соединения, Эйфелева башня, вы знаете, тоже 1900 год, парижская выставка, тоже не получается. но и вот слава богу я нашел одну из фотографий этого моста, где там четко четко видно, как же был конструктивно сделан этот мост. Этот мост был сделан из металлических пластин и соединенных на болтовые соединения. Вот здесь очень хорошо видны лебединские 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 архитекторы по одной и той же технологии. так что вот такой интересный факт. А что касается где это делалось, ну металлические мосты, вот те которые железнодорожные мосты, металлические конструкции заказывались на заводах, а на самом на самом вот на месте они только соединялись, где были изготовлены детали вот наших мостов Александровского и Мариинского мне пока выяснить не удалось, но я думаю, что это или Санкт-Петербург или даже возможно уже наши заводы их могли производить, потому что металлические станки уже появились, то есть сверлить уже могли, так что вполне возможно, что конструкции балок делались на заводах, а на месте они уже соединялись. Но здесь вот на фотографии видно, что они рабочие прокладывают рельсы для трамвая. По этим мостам, по обоим, по Александровскому и по Мариинскому ходил трамвай, действительно, который в нашем Орле, кстати, появился в 1898 году. Самый первый трамвай в России появился в 1892 году в Киеве, а наш город был уже шестым по тому, как появился трамвай в России. Но все равно на год раньше, чем в Москве. В Москве только через год появился трамвай. На 9 лет раньше, чем в Петербурге. Да, и на 9 лет раньше, чем в Петербурге. Но в Москве это связано с очень сильным лобби этих извозчиков. Возможно, они лишь не давали. Но такое существует мнение у историков. Там уже конка была. Да, там конка была. Но вот я говорю, там электрического трамвая не было у них. Электрический трамвай появился только в 1999 году. Потом, у Александровского моста, конечно, интересная история. И вот я еще нашел фотографию времен оккупации. Это 42-й год. Немцы тут ставят зенитку. И одно с мостом хорошо видно. Можно я поставлю? Тебе, конечно. вот. Вот. Александровский мост еще цел. Он как бы это фотография 42-го года. А вот фотография вот фотография уже 43-го года после освобождения Орла этот же наш Александровский мост уже взорван был немцами при отступлении. И тут видно хорошо, что пролеты этого моста упали в реку. Вот. Эта фотография, которую сейчас я показал, очень важна для нас, потому что здесь хорошо видно и Ленинскую современную часть. И как раз улицу 7-го ноября Леведенскую она вот идет. И даже все дома. И вот этот дом, вот этот дом 7-го ноября 7-го, он до сих пор сохранился. Мы к нему будем подходить, подойдем к нему еще. А вот этот, вот этот рядом с ним дом, этот дом не сохранился, но историческое значение его очень велико. Я про этот дом расскажу. фотографии этого дома с другой стороны, со стороны Ленинской. Там размещалась наша библиотека и по некоторым данным там была еще даже редакция Орловского Вестника. Ну а сейчас осталось нам только на этом месте, скоро мы отсюда уйдем. Но прежде чем отсюда уйти, мне хотелось бы все-таки немножко затронуть историю, потому что с другого места нас не будет, это так видно хорошо здесь. Обратите внимание на собор, купола которого видны отсюда. Это церковь, сейчас мы ее называем церковь Михаила Архангела, но у нее очень интересная история. Вообще-то это церковь Успенская. И как бы исторические посадские люди в 1686 году собрались сходом и решили поставить каменную церковь. Церковь была небольшая, потом в 1730 году купец Калашников построил церковь архистратика Михаила и рядом с этой церковью. Это был 1730 год, но к концу века 19-го эти обе церкви устарели, поветшали, обетшали. И было решено их разобрать. И с 1801 года по 1817 год строилась Успенская церковь, по имени главного престола, но она имела еще два престола. Она имела престол архистратика Михаила, архистратик по-гречески, значит, воевода над всеми ангелами, и еще Иоанна Война, второй престол был у него. Но почему-то в народе все-таки закрепилось название не Успенская церковь, а именно церковь Михаила архангелом. потому что, может быть, Михаил был покровителем наших воинов, и в общем, эта церковь очень почиталась, этот приход очень почитался. Церковь эта очень интересная. Потом, что, если говорить об истории этой церкви, то дальше эта церковь была одна из самых больших в Орле тогда, на 800 человек, и она была приходской. Кстати, там приход был довольно-таки многочисленный, в том числе тут крестили Леонида Андреева, нашего писателя, который жил недалеко над Второй Пашкарной. И история ее такова, что эта церковь часто упоминается у наших замечательных писателей, у Леонида Андреева, у Ивана Бунина, в жизни Арсеньева, он там вообще посвящает ей большие куски, и в том числе про Бунина мы еще с вами будем говорить, но я не могу не вспомнить о том, что потом, уже уехав, уезжая из России, он вспоминал Орел и вспоминал эту церковь, и у него есть даже такой историк, который называется Михаил, я вам его сейчас прочитаю. Архангел в сияющих латах и с красным мечом у огня стоял в клубах синеватых и дивно глядел на меня, порой в алтаре он скрывался, светился на двери косой, и снова народу являлся большой, по колено босой, ребенок, и отдумал о Боге, а видел лишь кудрик до плеч, до крупные бурые ноги, до римские латы и меч, до гнева, возмездия, кары, я помню тебя, Михаил, и храм этот темный и старый, где ты мое сердце ленил. В общем-то, когда я прочитал это стихотворение, то мне многое было непонятно, но когда я обратил внимание на дату, которая была поставлена в конце цены, это сентябрь 1919 года, все стало понятно. Бунин не принял Октябрьскую революцию, и к этому времени он уже был в Одессе, собираясь покинуть родину. И вот его такое настроение ностальгическое у Орлоу, потому что здесь у него много связанных, я потом вам немножко расскажу, там, когда будем у кого-музея и будем проходить. Его первая любовь, Варвара Пащенко. И вот такие ностальгические нотки проскальзывают в этом стихотворении. Но самое главное, что он не приняв Октябрьскую революцию, конечно, вот и пишет дух гнила, возмездия кары. Он как бы олицетворяет этот храм с возмездием, что он отомстит за то, за поруганную так сказать, честь свою. Но оно так и случилось только по полочностью наоборот, потом храм значит чуть не погиб. в результате тех действий, которые богоборческая власть произвела, а именно конечно в советское время храм был закрыт в 23-м году и он был переоборудован под склады. Какое-то время тут находились декорации даже нашего областного драмтеатра. в 1975-м году был разработан проект реконструкции церкви и приспособления ее под картинную галерею. Как раз я был свидетелем в студенческие годы и вот это самое тяжелое время для храма. Он разрушался и вот в проезде вернее в стене сделали пролом, туда завезли экскаватор и он начал копать огромный котлован. Планировали там открыть картинную галерею, а внизу соорудить туалеты и подсобные помещения. Что произошло? Конечно, храм не выдержал такого хамства со стороны власти и пошли по храму трещины. Пошли трещины и надо сказать, что тут забили тревогу наши защитники, правозащитники и те, кто понимал, что разрушение такого исторического здания для орла гибель. И слава Богу, это было разрушение прекращено. И в тысячу уже в 1989 году храм был передан Орловской епархии. Началась его реконструкция. Но я помню то время, когда я приходил по вечерам в этот храм, вот этот пролёт, пролом заходил, там была полная темнота, стоял внизу частный экскаватор, и всё было разрушено. Огромные эти вот бетонные были плиты. Страшно было смотреть, конечно, на такое варварство. Но слава Богу, что всё хорошо кончилось. Потом храм провёл сейчас реконструкцию. Там какие-то сохранялись фрески. Их в общем-то пытались реконструировать. И сейчас храм открыт для верующих. И вот он радует нас своим колокольным звоном. Ну а теперь давайте мы с вами пройдём дальше. Сейчас мы с вами пойдём под полейки, перейдём под мостом Александровским и выходим на скверик артиллеристов. Мы с вами находимся в скверик артиллеристов. Мы подошли, он у нас тут совсем появился недавно. Но хотелось бы начать не с этого. Мы с вами всё равно находимся прежде всего в историческом месте. О памятнике нашим артиллеристам мы поговорим в самом конце. А сейчас я немного расскажу о том, что же здесь находилось. А находилась здесь у нас вот эта территория вся занималась монастырём, как раз Беденским монастырём, по названию которого и названа наша улица. Вот будет 7 ноября Беденская. Этот монастырь был основан на монастырских землях, на церковных землях в 1686 году. Очень давно. Монастырь этот древний. Он здесь строился и занимал достаточно большую площадь. Был обнесён оградой четырьмя башенками. Я сейчас вам покажу. По-моему, у меня есть схема. Веденский монастырь. Как он выглядел. Значит, основан он был далеко, он, наверное, все равно сейчас подойдете, посмотрите. Основан был в 1686 году. Была построена здесь церковь. Была построена церковь Веденская. В 1703- 1708 годы она строилась. И которая просуществовала достаточно давно, долго. И надвратно построилась Тихвинская маленькая церквушка над главными воротами, золотыми, так называемыми. Была вот она здесь показана. Это этот монастырь был девичьим. Он был 75 домиков по периметру поставлено маленьких, деревянных, в которых жили монахины. Масты располагался рядом с рекой, тогда уже, наверное, орликом, и имел тут и угодья, и мастерские золотошвейные. Тут монахини занимались рукоделием. Благодаря многочисленным пожертвованиям горожан и вниманию самой церкви монастырь процветал. К 1830 году он был очень известен. Монастырь в свое время посещали царственные особи в 1744 году здесь была Елизавета вратрица. Потом проездом в Крым была здесь и Екатерина II в 1787 году. Монастырь посещали и другие известные церковные люди, в том числе Иоанн Кронштадтский. Правда, он немножко позже был, уже когда монастыря здесь не было, но, в принципе, он тоже этот монастырь посещал. Сейчас я вам покажу, как выглядела церковь, Введенская церковь. Вот так она выглядела. еще раз повторю, что она была построена в 1708 году. Но это было до пожара. Как раз вы напомнили мне о пожаре, но я ее и так помню. Значит, в 1843 случился страшный пожар. И все строения, которые деревянные, которые строения были на территории монастыря, они сгорели. Правда, никто, слава Богу, не погиб, но монахи не остались без крышной головой. Надо сказать, настолько была вера глубока в монахи и настолько была любовь к своему монастырю, что, несмотря на предложение покинуть орел и перевеселиться в другие монастыри, никто из монахи не уехал из орла. Тут снимали квартиры, как-то расселялись по знакомым, но никто не уехал. Все ждали решения синода о дальнейшей судьбе Беденского монастыря. Ну, уже через год такое решение было принято, монастырь решили переместить в другое место, в Вторую Курску, где Дарья уже проводила экскурсии, и он был переписан. А церковь сохранилась, и она просто существовала до революции. Потом она была, конечно, закрыта. В 23-м году располагался трест, кожа трест какой-то, и уже перестала она существовать полностью, это уже период Отечественной войны. Дело в том, что с 3-го, на 4-го октября 1941-го года в Орле сгорели две церкви. Предполагается, что это были поджоги наших подпольщиков, чтобы не досталось имущество церкви врагу. Они Борисоглебскую церковь подожгли, она была сожжена, и в том числе вот эту вот Ленинскую церковь, которая тоже была сожжена. А потом эти долгые церкви на разваленной церкви здесь стояли, и позже, гораздо позже уже построили здесь типографию труд. Но я помню то время, когда здесь еще не было этой типографии. Здесь была еще старая типография, и она располагалась в тех зданиях, которые оставались отчет монастыря. Но монастырь чем знаменит? Современное сейчас в положении. Вы знаете, там и икона Балыкинской Божьей Матери находится. И еще очень интересный факт исторический, то, что одна из монахинь считается прообразом Тургеневской Лизы и Штарянского Гвезда. Это монахиня Макария. Она, кстати, похоронена на территории Моисфетерия, умерла она в 1902-м году, она действительно не существовала, только исторический факт. вот такой интересный исторический фрагмент. Теперь мы давайте с вами вернемся, я сейчас вам еще покажу ту фотографию, которую мы уже видели, но по другому поводу. Вот здесь на этой фотографии виден дом всем, вот этот, который за вами сейчас находится, хорошо видно, сохранился почти в таком же виде, как и на фотографии 1943-го года. А вот здесь, где мы стоим, вот это здание, где мы стоим, это вот это здание. Еще раз я сейчас покажу. Вот это вот здание, оно стоит углом Ленинск, по Ленинску и по 7 ноября. Интересно, что это здание тут находилось вот это же это же здание только с фотографией с улицы Ленинс. Что тут было важно, о чем тут можно сказать интересного, то, что в этом здании находилась наша областная библиотека во время войны. Но вообще, надо сказать, что библиотека наша областная, сейчас она называется в Близи Камени Бунина, очень многострадальная. Основана она в 1833 году, но основана, а начала она работать в 1838 году. Почему такая разница? Ну, расскажу вам казусный даже вот визу. Мы еще привыкли, что у нас в России мощная бюрократическая система, да, оказалось, что в царской России она была не хуже нашей. Дело в том, что учредительные документы к губернаторам Кочубеям были отправлены в Петербург в 1833 году, и все успешно про открытие библиотеки забыли. Ну, когда уже при другом губернаторе, при губернаторе Васильчикове из Петербурга пришел пакет, и там было написано, чтобы администрация губернатора отчиталась о работе библиотеки. Ну, Васильчиков собрал народ, собрал этот товарищ из нашей гимназии и говорит, а какую библиотеку видеть, где библиотека? Никто не знает. Короче, в срочном порядке Васильчиков уже собирает по всем дворянам, по всем школам вот этим вот нашим, гимназиям тогда, книги, и в срочном порядке уже в 38-м году выделяет две комнаты в своих губернаторском доме, и там открывается публичная библиотека. И вот почему такая разница, кстати, если вы пройдете на, подойдете к библиотеке Мемброни, там висит мемориальная доска, где именно то, что я вам сейчас рассказал, написано. То есть основано в 33-м году, а открыто в 38-м году. Это редчайше такой случай. Вот. Ну, кстати, потом уже вот нам небезызвестный Левашов, вот Андрей помнит, и он о нем рассказывал. Левашов уже через 1865-м году вновь закрывает библиотек. Он пишет, что мышами поедем на все книжки, что все пропало, караул, что библиотека не на что задержать. Но действительно было такое состояние, потому что библиотека задержалась на или пожертвования, или на казенные деньги. Пожертвования сокращались, казенных денег тоже не было, и вот библиотека то открывалась, то закрывалась, то открывалась, то скрывалась, и в том числе она существовала даже во время войны, немцы, кстати, ее снова открыли, вот, но потом при отступлении многие книги были вывезены в Германию, много их было потеряно, и плачевно было все это состояние. Если говорить дальше о библиотеке, немножко расскажу, что я немножко хочу рассказать об ее истории, потому что сам там работаю, и значит, вот долго-долго библиотека находилась вот здесь, вот на этом месте, но в 1958 году как раз небезызвестным вам и известным всем орловцам Игорь Иванов проектировал здание нынешней библиотеки, тогда она называлась Крупская, сейчас она называется Блика имени Бунина, это здание. Здание было установлено на месте бывшего кафедрального собора, Петропавловского собора, кстати, там на здании библиотеки тоже имеется табличка, и очень часто приходится видеть, когда люди идут, верующие, особенно, которые знают, что там был собор Петропавловский, останавливаются, крестятся, молятся, и там даже грешноход проходит. Вот. И, значит, вот это здание было спроектировано специально для библиотеки. Но что тут интересно хочется упомянуть? Но то, что дочь Иванова, Нина Верховец, она сейчас работает в ускальной школе имени Калинникова, написала недавно книгу о жизни своего отца, и вот, кстати, она упоминает там о строительстве это здание, этой библиотеки. И тут получается интересная вещь разночтения. У нас недавно в библиотеке выступал Иван Якович Мосякин, вы знаете, да, наш бывший товарищ, который был замом строева, вел себя в руте, говорил, как хорошо, что я сделал библиотеку, вернее, продлил мне жизнь, а там, он, а что сделали? Это читальный зал, кто постарше помнит, было огромные такие окна, и был огромный читальный зал. Его сейчас перекрыли, сделали два этажа, вроде бы увеличили площадь, но, конечно, изуродовали архитектуру. И вот, вот, интересно, что один из, как бы, наших руководителей говорит о том, что он сделал большое дело и расширил площади, о книге, упоминается, что все архитекторы, конечно, весьма не довольны этим, как и прицель, потому что изуродов он красивейший, истат. Но еще очень, что интересно с этой библиотекой, связано много, еще до сих пор, вот споров по поводу того, использованные элементы старого Петропавловского собора в строительстве библиотеки. Лично я это сразу видел по фотографиям, но, как бы, документально не мог ничего найти. Вот, когда я начал обратиться к паспорту нашей библиотеки, то там было значилось, что только бутовый фундамент и ничего не говорилось о том, использован ли старый. Но когда вы откроете фотографию Петропавловского собора и фотографию, нынешнюю фотографию здания библиотеки, то вы сразу обратите внимание, что даже некоторые элементы, колонны, расположение углов они все совпадают. То есть у меня такое впечатление, что все-таки строители наши современные использовали фундамент хотя бы, хотя здание было взорвано в 1940 году, сюда, до немцев, пропавловский продукт стояло в руине. Он был восстановлен как раз в виде здания библиотеки. фундамент что мы еще хотели здесь, о чем здесь хотели поговорить. Ну, а теперь об истории уже более современной, истории скверика артиллеристов. Скверика до этого времени, до тысячи, а это когда было сделано? Это было в 2015 году было объявлено администрацией города Орла конкурс на лучший проект скверика и вот было такое предложение принято разработать несколько проектов, три проекта было, по-моему, и один из них победил скверик артиллеристов. Что он из себя представляет? Это памятник нашим артиллеристам, которые являлись орловцами или воевали на Орловской земле и внесли вклад, большой вклад в историю Великой Отечественной войны. В данном проекте что у нас представлено? Это пушка, 50-смиллилитровая пушка, называется ЗИС-2, приехала она к нам из Брянска из военной части, но это подлинная пушка времен Второй мировой войны, Отечественной войны. Памятник тут женскому нашему батальону, который был образован на территории правда Елецкое района, но воевал на территории Колпнянского района Орловской области. Это был женский батальон, было 5 девочек 20-летних, в голове правда с сержантом без мужчин был, но они приняли бой уже в 43-м году на Орловщине, и за всю историю, там несколько месяцев они всего провоевали, они подбили 4 немецких танка в общей сложности, но к сожалению в конце войны из 5-ти этих девочек осталось только двое, трое погибли, двое погибли сразу, одна погибла потом от ран, вот, ну и еще более интересно вам рассказать об старшем сержанте Николая Саратинина, он уроженец Орла, работал он до войны на заводе Тикмаш, там даже поминут ему какой-нибудь есть, вот, но с ним было еще как бы подвиг его еще более значимый для нашей страны. В самом начале войны, 41-й год, это еще была Белоруссия, наступают немцы, армия Гудериана наступает по шоссе, по Минскому шоссе на Москву, наши войска отступают, и было принято решение оставить заградительный огонь, оставили вот эту пушку, спрятал сержант Сиротинин спрятал ее в ржи, в высокой ржи, чтобы ее не было видно, и наши части отошли, а он остался, по одним данным он остался один, по другим данным они остались двое с командиром расчета, но в итоге все равно после первого же выстрела в командир расчета был ранен, и его отправили или он сам уехал как бы нашим, а Сиротинин никакой не пожелал уезжать и решил остаться с орудием, у него был достаточно большой запас снарядов, и он по всем правилам военного искусства поражает прям первую же машину, немецкий танк, головной, вторым выстрелом он подбивает последнюю машину, и немцы оказались в ловушке, они пытались стащить этот танк в речку, ничего у них не получилось, и пока они там возились и пытались как бы выбраться из этой ловушки, Николаю удалось подбить почти 10 танков противника, урон был жуткий для немцев, и в конце концов они обнаружили пушку, накрыли ее своим огнем, и Николай Сиротинин погиб в том бою, но когда немцы подошли и увидели, что около пушки всего один солдат, они были поражены, а потом продолжаем, на этой остановочке мы с вами немножко поговорим о современном мосту, мосте, месте. Это вот сейчас перед вами Турбиджевский мост, построен он был в 1971 году. Как он получился, как бы сказать? То есть наш Александровский мост, он уже как бы там движение было приключено, трамваи перестали ходить, а сообщение между советским районом и заводским надо было обеспечить. И вот тогда архитекторы долго ходили, думали, где кто проложить трассу. Не знаю, удачно они проложили или нет, но они проложили трассу, чуть-чуть не затронув даже исторические здания вот там Штретберга, знаете, на углу. В том числе вот здесь на месте этого моста находился мой детский садик. Номер 10 он был здесь. Но, к сожалению, из-за моста его снесли. А так воспоминаю очень интересно и тут очень была зеленая такая зона, детский садик был такой замечательный. И мы гуляли вот там на берегу Орлика всегда у нас были такие красивые там полянки и мы водили сюда детей и было очень интересно. Я на прошлую экскурсию даже фотографии из этого детского садика показывал. Было такое время, когда даже воды не было и у нас стояли мувальники и мы руки подмывали. Но это лирическое отступление. Значит, этот мост чем характеризуется? Он самый большой в Орлее. То есть, самый длинный, самый широкий, самый протяженный. Его длина 309 метров, 36 сантиметров. Я не знаю, там метр сантиметра, но у справочника стоит именно эта цифра. Построенный, как я же сказал, был в 1971 году и долгое-долгое время здесь над царовой школой стоял вагончик моста отряда 66-го, который строил этот мост и мост, Герцельский мост был руководством. Нашел. Просто строение здесь находилось. Ну вот, посмотрите на вот этот трехэтажный дом. Этот трехэтажный дом стоит уже давно. Я, правда, не могу сейчас сказать точно, когда он был построен, но он был построен где-то сразу же после войны. Но, почему я не вспоминаю? В свое время жилья вагреки хватало и в этом доме жило практически все наше партийное руководство и архитектурное руководство были многие наши архитекторы и многие партийные и, ну, например, я просто скажу для примера. Вы, ну, можете помнить, у нас был секретарь в том партии Викторе Петровича Ваннула. Я о нем не буду рассказывать. Вот он жил в этом доме, вот в первом подвезде отсюда. Тут же очень известный тоже архитектор наш, орловский, Силабрам. Может быть, вы его тоже слышали, может быть, не слышали, но он как бы ну, засветился, как современным музыкому говорить, в двух моментах. Он был автором реконструкции Богоявленской церкви и после кукольного театра хотел так что-то сделать и, вернее, перестроить так, чтобы церковь тоже чуть не рухнула. Но, с другой стороны, это отрицательный момент, но положительный момент, он был руководителем строительства нашего стадиона Лемины Ленина и вот эта стройка уже завершилась успехом. И он в 61-м году был сдан и до сих пор работает успешно. Ну, тут много еще других людей было, но просто вот это здание очень довольно старое. Раньше вот здесь вот перед, хоровой школой и 17-м домом был деревянный завод, металлический был. Я еще помню, куда ходил в садик. Вот это, почему я ходил в садик, потому что я ходил по этой стороне. Этому дома построили гораздо позже уже в советское время, в 19-м году. А выход в 19-м году в 19-м году в 19-м году Дом, известно, что это дом терапевационной постройки, а царский поддом. Какой-то имел дом. Сейчас был санализирован этот дом, сейчас помогает старовачку. Но, что приятно, что дом поддерживается в таком состоянии, которым он долго еще простоит, и за ним ухаживает. Слава Богу, он не разрешается. Очень красиво. Умели раньше строить даже деревянные дома. Очень красиво. А коррекционный отдел или это старинный отдел. Ну, все, давайте теперь поднимемся вот еще на ту сторону. Очень красиво. Оно все не может. Кстати, забыл вам показать фотографию Левашова. Если кому интересно, это наш губернатор, который построил первый водопровод и Левашова гора названа в честь него. не пошел. Видишь? Такой красивый мужчина. Вот. И здесь что мы остановились? Потому что вот одновременно со строительством Тургеневского моста, самого нашего длинного, на нашей же улице до 7 ноября были построены новые дома. Самым первым был дом построен. Вот этот номер 9, вот эти деревья, он видит, плохо правда видит, но вот это тот самый тоже. Дата постройки его 71-й год. И в этот дом, этот дом был улучшенный планировкой. Очень элитный. И как раз вот мой одноклассник, Сережа Иванов, который живет в этом доме, они переехали вот сюда. Тут уже вот однажды я у них побыл. Когда я у них не побыл, я даже думал, что туда я попал. Потому что когда вот, если я расскажу, как мы живем, у нас семья была, жила, в комнате 25 метров, мы считали, что еще очень много, все вместе были там, жили. Тут только была прихожая, где-то метров 25, огромные здесь окна. И, конечно, удобство было. Кабинет отдельно был у папы его. И тогда много было того интереса, что у нас не было. В том числе, допустим, журнал Америка, мы тогда нигде не могли достать, а у него и все так было. Ну, ладно, это так, отступление. Значит, почему я остановился на этом, около этого дома? Дело в том, что здесь в основном наше жилепартийное руководство и выдающиеся люди нашего города. Вот на этом доме сейчас установлено пять мемориальных досок. Вы представляете, самая большая плотность мемориальных досок на этом городе. Больше ни на одном доме столько не стоит мемориальных досок, сколько на нем. Что я сейчас вам буду показывать, там то, что ничего не видно, но я их заранее сфотографировал. И как бы вам буду это все показывать. Вот в этом доме жил Дешлетка Георгий Васильевич. Вот его мемориальная доска. Я немножко много рассказывать не буду, потому что вы можете все это или сами знаете, или можете где-то узнать в литературе. Вот он художник, член союза художников. И чем он знаменит, так сказать, у нас, почему? Он приехал в Орел и сам он фронтовик, участвовал в освобождении Орла и после войны вернулся в этот город очень известный художник, член союза художников. жил в этом доме и в цокольном этаже у него была мастерская. Вот он автор картин Орловский хлеб и он автор картин музея диорамии. Вот вместе с Курнаковым он писал, создавал эту диораму. В общем, он такой очень известный художник, умер в 1994 году, но до сих пор его мастерская действует. Там сейчас руководитель мастерской его сын. Да, он должен быть. В этом же доме Владимир Александрович Мартынов жил. Это наш генерал. Он основатель нашего института правительственной связи ПАПСИ. он приехал в Орел в 72-м году, его перебазировали из Калининграда, там было училище связи, но потом было принято решение перевести это училище в Орел, и он приехал сюда. Это как раз был 1972-й год, и он многое сделал для становления этого училища. Вот этот Пентагон нынешний существующий, это его постройка, он как бы организатор этого строительства. И вообще многое он сделал, очень любил свое училище, и к сожалению, вот знаете, как бывает иногда, он умер от инфаркта в день своего 75-летия, держа в руках поздравления от руководства своего собственного училища связи. Ну, там третья доска, которая там висит, Цыкарева Нина Михайловна. Цыкарева. Ну, Нина Михайловна, она была в общем-то руководителем наших текстильный закончила, текстильный институт. Можешь вот ходить к этому дому и посмотреть. Текстильный институт закончила, а потом она работала уже в правительственных, вернее, в нашем руководстве нашей области, тоже на руководящих постах. Но как отзывы о ней вот тех людей, которые ее знали, что очень такая добрая отзывчивая женщина, которая многое сделала для Орловцев. И, кстати, решением горсовета в 1996 году присвоено почетное звание почетный гражданин города Орла. Вот еще одна доска на этом доме Кровскому и Виктору Иосифовичу. Виктор Иосифович он фронтович. Он с самого первого дня войны был на фронте, он летчик боевой, но приходилось ему воевать на севере, и у него как бы такой интересный момент, странный, как в жизни бывает. Воевал он на севере и на самолетах не отечественного производства, а по Ленд-Лизу, это американские и английские самолеты. Они были не похожи на наши, и не было там звезд, может быть, там звезды и были, но модели были другие, люди просто их не знали. И трагический случай произошел именно из-за этого. В одном бою, из боев он был сбит, еле-еле дотянул он до своей территории, шлепнулся там где-то в озеро, самолет не затонул, но остался на плаву, но как бы тут же все это видели колхозники, которые издалеко работали на поле. Они подбежали к этому самолету, открыли фонарь, вытащили оттуда летчика, и как бы даже не успел ничего сказать, одна женщина прибежала с лопатой и огрела его этой лопатой по голове. И группский Виктор потерял сознание, его был раскроен череп, он был в крае. Травма была настолько тяжелая, что потом он не смог летать. А до этого он сбил в группе один около 7 самолетов сам, и около 10 самолетов сбил. Был присвоено ему звание Героя Советского Союза. И потом он уже после войны попал в Орел, работал здесь председателем областполкома с 78 по 85 годы. Ну, вот как фронтовик он вот так вот защищал нашу... Ну, а женщина почему ударила? Я скажу, там было так, что там часто фронтали немецкие самолеты и часто сбрасывали там бомбили и женщина убила корову и она вот мстя за эту корову ударила не разбирая нашего летчика когда его учили, там у него орден красной звезды и там награды все опешили было уже просто но слава богу что наши врачи его спасли именно прошел несколько операций но остался живым вот это еще не все в этом в этом правда не в этом доме но Мерцалов Анатолий Александрович он жил в 11 доме вот следующий за ним Александр Мерцалов ну известный наш политик он сам орловец он закончил наш институт машиностроительный и работал первоначально в Курсамоле был секретарем Курсамола потом он работал в партийных органах а как бы его самый большой вклад это он основал государственное судоправление вот сейчас которое расхнил называется он был его ректор профессор ну вот я говорил уже о личной судьбе он в моей судьбе лично поучаствовал таким образом он в свое время когда будучи представителем госполкома в Орлееве в 1990 году очень много мне помог когда была проблема с получением квартиры после РЖК то он взял на себя всю ответственность и выступил против другого почетного гражданина Костина есть такой у нас был такой Николай Николаевич Костин Орлеев который возглавлял и он его боялся выступить и защитил права конкретно мои и других таких же ребят которые попали в тяжелую ситуацию не по своей вине вот этим я его ему благодарен а так в общем-то обычная политика обычная наша эпоха со всеми его недостатками как вы догадываетесь никуда не приходится теперь давайте не уходя с этого места мы наверное сейчас обратим внимание вот на то здание вот которое тут сюда видно чтобы там не перемещаться это здание постройки 19 века там висит мемориальная доска сейчас я вам покажу как это здание выглядело во время войны она практически не изменилась местной башенки видите нету там нет следующая да которая после перекрестка это здание постройки 19 века в нем в советский период располагалась детская поликлиника советского района так как я жил здесь то был приблизительно к этой поликлинике она была городская поликлиника советского она была района потому что заводской она была другая и вы сюда ходили ну может быть какое-то время на блазере а за ним располагалась домовая кухня и там сейчас находится музей Бунина который мы потом еще поговорим с вами спроси спроси вот я не сказал вот посмотрите обратите внимание вот сегодня мы когда рассматриваем вот эту фотографию видите на доме три балкона если посмотрите то сохранился только один тот который после 12 ноября тех балконов которые угловые и по Георгиевскому переулку их уже нет они не утрачены к сожалению но само здание старинное и очень жалко что оно сейчас еще в таком состоянии которым ну по аварийным не аварийным но факт что сейчас там ничего не находится пока оно закрыто и видимо наши власти думают что там расположить оно расселено да там жителей не было нет ну там музей часть да там просто как бы филиал писатель музей писателей орловцев вот ну наверное на этом мы сегодня закончим потому что нам улица еще там длинная и мы с вами потом поговорим на следующей неделе о продолжим экскурсии вверх по 7 ноября там у нас с вами будет еще рассказ о я бунин я давайте если хотите расскажу потому что хотел вот смотрите давайте с вами решим вот смотрите вот это здание значит следующее здание музей бунина бунин наш знаете он хоть не наш писатель но жизнь его связана с аргумом очень много во многом и его даже нобелевское произведение жизнь арсеньева там очень многие страницы посвящены орлу вот по его воспоминаниям очень много интересного написано о парле в его рассказах упоминается орел и будем мы о нем рассказывать о его женах очень интересно послушать особенно женах очень интересно первых пачин особенно благодарю кузнецову но это будет наверное на следующей лекции спасибо вам за внимание спасибо спасибо мы встречаемся на том же месте в тот же час давайте мы здесь встретимся где закончили там и начнем